Йоу! Новый виток развития нашего путешествия! Теперь мы автостопщики! Прямуем сейчас из Чианхмая в город Сукатай Там потусим, а дальше увидим, возможно на Бангкок Нам, власниця нашего дома написала такую табличку Она уже машет, говорит, что мы прикольные Написала такую табличку, это на тайском мове Сукатай Место, которое нам нужно Жди нас, Сукатай! Погнали! Не прошло и 5 минут, как уже остановилась девушка И нас душтово запитывают, чему мы не едем Кто здесь на остановку? И привезли нас на заправку Чтобы запитать, кто тут за людей, тут геев, едет и так далее Зараз, ну, не верюся Скажу, что там есть? Скажу, чтобы люди были кто-то заснуть Ну, должен иметь есть убеждения Вот, да Скажу, чтобы все нас прижалили нас Скажите, если вам осталось, то будут разносят Скажите, ты ты утром Скажите за пути? Скажите, тебе не надо Вот так вот, девушка нас повозила по трем ближайшим заправкам, остановила даже полицейских на вотоцикле, предложила нам отвезти нас в полицейский участок, чтобы они проверили наши документы и искали подходящий транспорт. Мы отказались, остались на заправке, и она оставила свой номер телефона управляющей заправки, чтобы, если что, ей позвонили, для того, чтобы она вернулась, если что-то не так, и отвезла нас в полицейский. В общем, это какой-то дурдом. Они совершенно другие, по-другому все это представляют, не понимают, что такое автостоп. И мы еле, в общем, от него делались. Едем дальше. Шла Саша по шоссе, с Иванова в Оскол, по серой полосе, вдоль городов и сел, с Урала в Туапсе, во всей своей красе, кроссовка в Туапсе. Я живу в Туапске. Тараньки. Раз, стоим во всем. Мы приехали в Лампанг. Ребята отказались нас высаживать на дороге. Привезли на автобусную станцию, купили нам билеты на автобус до Сукатая. Мы отказывались, они вообще нас не слушали. Мы вообще были в шоссе. Мы просили, высадить нас, показывали им на карту, там, розвилка, где нам нужно выйти на трассе. А эти два китайских мужчины такие, не-не, у кого вам куток, все окей. Мы подарили им листовку, какую-то там из Украины брали. Куток один коштует 155 бат. Вот. И, ну, мы трошки шокованы. Это, конечно, прикольно, там, типа, чем стоять на дороге, на специи. Вот такой вот у нас автостоп. Да, первый досвид автостопа, сейчас одного, одна машина славила и уже едем на автобусе. Ну, тоже непогано. Но, будем пробовать. Ладно, идем дальше. Поезжаем с комфортным кондиционером. Спасибо, китайцы. Итак, мы добрались. Сука-тай! Сука-тай! Хе-хе-хе-хе! Е-е, Сука-тай! Встречает, причирным солнцем, которое забросло. Вот тебе Сука-тай. Мне очень все нравится. Спасибо, спасибо. Добрались, классно. В общем, у нас завелся план пиды, мы идем в початку на ночный день. Нам что-то пригласили. План пакалай, а когда мы идем в храм проситься ночевать. Так, мы хотим первым проситься проночевать в храме в европейском. Або в середине поставить намет. Так что, идем на встречу. Пригода. Да, идем разглядывать. Сука-та! Сука-та! Мы вышли на главную улицу Сука-та. И тут просто капец. Столько птиц. Все сидят по краям и орут. Городок необычный очень, совсем другой. Ух, вот это крик. Так вот, гостхаусы тут начинаются от 250-300 бат за ночь. Что говорит о том, что здесь много туристов. Найд-маркет никакой. Дальше. Идем дальше. Мы в буддийском храме. Па-па-па-па! Зайшли просто в храм в Сокотайе, тут величезный храм в центре города и начали смотреть, где же тут есть монахи, в кого запитать дозволу, чтобы залишиться. Подходим в такой дом, там светится светло, заглядываем, а там сидят монахи и рассчитывают бабло. Короче, величезные просто пачки, грошей, куча мелочей, видно, что какие-то поддания они там перераховывают. Я просто запитала, чи можем тут залишиться на ночь, вони до нас вийшли, поговорили, что у нас есть намет, сказали, we have a tent, и нам треба просто територія. И они провели нас в такий критий павильончик на улице, тут есть такие деревьяные пидоны, на которых мы и ляжем. Думаем, что просто поставим москитную сетку без намету, потому что тут очень жарко. Одразу я чувствую, что мы уже не на півночь, спустились с гер, пришло до хота, очень холодно и очень жарко. Нагадует мне чем-нибудь Калалампур. Так что... Так что... Сукатай. Утренний трафик. Сукатая. Я в первом жизни помиловалась в буддийском храме. Давайте прямо, там дуже зручно. Рекомендую. Полезные советы от Саши. Саши. Опа. Сея, нардо. Дуже оригинальні таиландські курники. Кожний півник окремі талабуде. Саши. Добре, привет. Ми їдемо в місце. Зробили тачку дуже швидко. Запинился молодий мужчина. І ми їдемо в маленьке місце, від якого відходить траса номер один, яка веде в Бангкок. Ось, зараз 8.30, і ми вже в дорозі. Це добрий знак. Ще швиденько приїдемо. Наш товариш преди с нас в полицейський участок. Як завжди якісь приколи. Люби да не доделам. Ми йдемо до Кам Па Йенк і в Бангкок. Як в Бангкок. Так, Кам Па Йенк. Як в Бангкок. Як в Бангкок. Ми йдемо до Кам Па Йенк і в Бангкок. Килимат, поехали в Бангкок. Ого, поехали в Бангкок. Калод Килимат. Эта город... Кампайен. Я не знаю, что я. Кампайен Пет. Кампайен Пет? Да, сейчас. Кампайен Пет? Да, нет, нет. Кампайен Пет, поехали в Килимат. Килимат, yes. Килимат, Килимат. 20 минут 20 кило Вы можете перейти в киломат Вы можете перейти в киломат Вы можете перейти в киломат Батюшек есть киломат. А киломат 20 километров? Да, киломат. Ага, спасибо. Значит, мы идем 20 километров до киломата. А далее... Наш первый пикапчик, но еще не в кузове. С замечательными ребятами на пикапчике добрались до трассы номер один. Траса номер один идет из Лаоса, по-моему, или из Янмы. В общем, начинается на окраине Таиланда и идет на Бангкок. Это главная трасса, по которой все едут на Бангкок. И надеемся скоро мы кого-то славим прямо до туда. Да, а сейчас квест еще поснідать десь. Мы же еще не снідали, но уже на двоих точках прокатались. Так что можно уже побаловать себя снідалочком. Еду на Бангкок. Туруруру. До Бангкока нам нужно приехать 353 километра. Но, в результате, не так и же много. Еее, наконец-то мы едем в кузове. Ну вот, покатались мы в кузове, ребята развернулись, привезли нас оттуда, откуда мы приехали, на автостанцию, чтобы мы ехали в Панкок. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Теперь нам нужно пешком возвращаться. Теперь нам пешком возвращаться. Вот такая хрень бывает. Мы читали такие вещи, что когда ты остановишь машину в Тайланде на дороге, то первое, что люди говорят, это автостанция, вам нужно на автобус. И автостанция, взагалі, в другом стороне, чем там до ВСТТ. И мы, начи, все показали, пояснили, показали табличку Банкок. Хлопцы сказали, да, да, окей, мы едем туда, до какого-то там поворота. И потом просто взяли, развернулись и привезли нас на автостанцию и поехали собе. Теперь вот идем по небольшой трассе, спекотно. Идем до той самой первой трассе, с которой мы повернулись назад. Ну ничего, значит, сейчас остановится тачка прямиком до Маткота. Уху. В Тайване мода на вот такие столики с тильчиками. И в многих дворах, каких-то парках, они стоят. А тут и цена, например, такие столики коштуют 2700 бат. Ну, 100 долларов – это 350 бат, то есть немного меньше. 100 долларов. Ой, 100 долларов – это 3500 бат, а не 350. Вот еще один такой облак, или работа полиции. Мы сейчас рассматриваем на трассе. Поставили такие границы, и офицер возвращает всех байкеров, и там их остановят, проверяют документы и все-таки и другие. Если бы мы сейчас были на байке, мы бы не попали, потому что у нас уже есть права, а у Стаса есть права. Вот так это все выглядит. Проверяют багажник, что там у тебя в середине. Все серьезно. Я думаю, что мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся просто милиционеры. Им очень понравилось. Видно. История повторяется немножко. Мы, в общем, вышли на трассу, тормознул джип с водителем, мужчиной, с очень тонким голосочком, который не вдумывал от того, что мы идем пешком, и хотел нас подвезти. Вернее, не хотел не подвезти, а вернуть нас на автобусную остановку. Мы отказались от его денег и от билетов. При этом он еще раздумывал над тем, взять ли нас с собой, но женщина, которая была с ним рядом на пассажирском сиденье, спасила такую мину. В общем, сразу всем стало понятно без перевода, что они очень против. В общем, он нам желает удачи. Мы идем дальше. И доходим. Забиняется еще одна тачка. Легковушка на пикап. Опускается скло. Мы заглядаем, значит, в середину. Такие там, hello, hello. А чувак просто береток и начинает нас фоткать на телефон. Да, это тоже прикол. В общем, ну что вы в Бангкок едете? А, понятно, чик. Ну, в общем, мы возвращаемся на то место, где нас забрали на пикап и отвезли на автобусную остановку. И ловим машину. Подъезжает сзади машина. Оранжевый большой пикап. Открывается окно. И там сидит тот самый чувак, который только что хотел нам дать денег на автобус. Теперь он был уже со своей мамой. На другой машине? На другой машине, которая объяснила, что она жила в Швейцарии 15 лет. Теперь вернулась в Тайланд. И сказала, что очень хочет нам помочь. Так как, когда она была где-то в Европе, у нее не было денег. И тоже помогали людям. В общем, они нас забирают. На наши отказы не обращают внимания. Забирают нас. Просто берут наши рюкзаки и засовывают в пикап багажник. Что типа, не-не-не, по любому вас веземо на автобусную станцию. В общем, второй раз мы возвращаемся на автобусную остановку. Они нам покупают билеты и засовывают в автобус. Причем, мы даже не смогли ничего понять. Мы сели ждать их. Они приходят и говорят, что ваш автобус уже стоит здесь. Вот он. Через три минуты отправление. Мы в шоции. Сочили, еще прямо вот так мне в руку засунули 200 бат. Сказали, что это вам на ежу, чтобы вы поедали мукули. Я там открещивалась. Потому что это очень незручно. Насправдя, классно, когда делают подарки. Но очень дни, когда вы не очень себя чувствуете. Просто очи, не знаешь, куда дети. Мы с ними сфоткались. Этот парень дав нам свой номер телефона. Сказал, когда вы поедете в Панкок, пожалуйста, подзвоните мне. Там вас ждут мои друзья. Так что мы в шоции. Вот такой вот тайландский автобус. Субтитры сделал DimaTorzok В Толландии автобусы останавливаются на вот таких вот фудкоркетах. И тут можно поменять порцию еды на свой билет на автобус. Очень прикольно придумано. Вот нам готовят зубчик за билетик. Мы, может, за билетик покушали рисик. А теперь едим супчик. У нас есть лимитная еда. Какие классные билетики нам купили наши друзья. Вот мы не мутили супчик. Супчик. Наш сирот – Францестит. Это дитя на блокитном оцене. Это и дело. А тем временем мы уже подъезжаем до Бангкока. Мы уже териториально-фактично в Бангкоке. Уже начинаются какие-то величезные домики. Затори на дорогу. И сейчас попробуем, как нам будет дать. Или оставаться на ночь в Бангкоке. Або, возможно, мы уже ехали сегодня до Бордону. Если будут какие-то крутые дороги на автобус. Вот так все. Все придумаем. Ага, разпливается. Красивка. Вот так вот мы добрались в Бангкоке. Абсолютно бесплатно. И тут начинается, как всегда, великое место. Куча людей, машин, величезная. Я сам. Ничего не понятно. Багато людей. Какой-то трафик. Короче. Островная труба. Островная труба. Кошин крusu. Вообще. Труб